Здравствуйте, уважаемые магистранты! Сегодня мы с вами продолжаем изучение дисциплины защиты металлов и методы коррозионных испытаний. Сегодняшняя тема нашей лекции горячий способ покрытия металлами. В рамках этой лекции мы с вами разберем такие вопросы, как горячий метод покрытия цинком, горячий метод покрытия оловом и горячий метод покрытия свинцом. Горячий способ покрытия металлами железа, в частности, и стали является самым старым и благодаря своей простоте наиболее распространенным промышленностью. Железо и некоторые металлы, например, цинк, олова, алюминий, обладают в расплавленном состоянии свойством взаимно растворяться. Если же, как например, при погружении металла в расплавленный свинец, металлы не взаимодействуют друг с другом и изделие не смачивается жидким металлом, то получить сплошное покрытие невозможно. В таких случаях расплавленный металл собирается на поверхности изделия в каплю. Таким образом, основными условиями, определяющими возможность покрытия горячим способом, является А. Способность расплавленного металла смачивать и равномерно покрывать поверхность защищаемого изделия. В. Взаимное сплавление основного металла и покрытия. Надежное сцепление с поверхности изделий любого покрытия, нанесенного горячим способом, возможно лишь в том случае, если поверхность изделий, соприкасающаяся с расплавленным металлом, свободна от окислов. Окислы удаляются при помощи флюсов, либо в результате смачивания ими изделия перед погружением в расплавленный металл, либо в результате прохождения изделия через слой флюса, помещенного на поверхности расплавленного металла. Флюсом также удаляются загрязнения, оставшиеся на поверхности изделия после травления. Погружение в ванну для покрытия влажных изделий вызывает испарение воды и разбрызгивание расплавленного металла. Обработкой покрываемых изделий в расплавленных флюсах это явление предупреждается. Покрытие горячим способом стальных изделий металлами, имеющие высокую температуру плавления, например, мидиум и тому подобное, не производится вследствие ухудшения механических свойств стаи при высоких температурах. Структура покрытия, полученного на железе при погружении его в расплавленный металл, характеризуется наличием ряда слоев, различающихся между собой по составу и физическим свойствам. Каждый слой представляет разного состава сплав железа с металлом покрытия. Внутренний слой покрытия наиболее богат железом, а внешний состоит в основном из чистого металлопокрытия. Промежуточные слои тем беднее с железом, тем ближе они расположены к поверхности покрытия. Толщина промежуточных слоев покрытия зависит от свойств расплавленного металла, продолжительности процесса покрытия, температуры в ванне. Так, при покрытии оловом эти слои очень тонкие, а при цинковании составляет большую часть покрытия. К недостаткам способа относятся неравномерность толщины покрытия на поверхности изделия, особенно на изделиях неправильной формы или имеющих значительные выступы и углубления, а также невозможность применения этого способа для покрытия резьбовых изделий или изделий, имеющих узкие отверстия. На этом слайде вы видите схему метода нанесения покрытия методом погружения детали в раствор. В основе данного метода лежит механическое погружение упрочняемого изделия в ванну с расплавленным металлом. Выдержка его в ванне в течение заданного времени после извлечения изделия из ванны на его поверхности образуется твердая металлическая пленка того же состава, что и металл в ванной. На границе раздела покрытия основной материал возникает сложная структура, определяемая видом диаграммы состояния металла покрытия и материала изделия. Поэтому перед нанесением покрытия методом погружения следует проанализировать диаграмму состояния и установить характер образующейся переходной зоны. В зависимости от вида диаграммы состояния может быть образована зона сплошного ряда твердых растворов альфа. Диаграмма с неограниченной растворимостью. Рисунок А. Зона, включающая в себя области твердых растворов с ограниченной растворимостью альфа и бета. Диаграмма В. Зона с дополнительным припограниченным слоем содержащим интерметаллическую фасу гамма. Рисунок В. Главным механизмом контролирующим образование переходной зоны является диффузия. При погружении изделия в ванну с жидким металлом после смачивания в результате диффузии формируются твердые фазы переходной зоны. А после излечения из расплава на поверхности образуется слой твердого покрытия соответствующий составу ванны. характер переходной зоны степень ее соответствия диаграмме состояния какие образуют фазы как велика скорость их роста при кратковременных процессах диффузии зависит в первую очередь от значений коэффициентов диффузии в соответствующих фазах от градиента концентрации в пределах однородных областей и от технологических параметров данного процесса нанесения покрытия. Первым делом мы с вами рассмотрим цинкование. Цинкование. Первые опыты покрытия цинком горячим способом были произведены во Франции в 1741 году. Цинковое покрытие на жилете является электрохимической защитой основного металла от коррозии в атмосфере воде и в некоторых нейтральных растворах солид. Покрытие цинком подвергаются трубы резервуары детали машин стальные листы проволока и тому подобное. В сухом воздухе цинк почти не изменяется. Цинковое покрытие стойки в атмосфере загрязненной углекислотой а также стойки против действия ряда органических средств бензина масла и тому подобное. В кислотах еще в отчах эти покрытия неустойчивы. На этом слайде вы видите изменение структуры цинка на железе по мере увеличения продолжительности погружения. на этой схеме показано формирование переходной зоны с течением времени при горячем цинковании железа. Получаемая переходная зона имеет сложную структуру согласующуюся с течением времени при горячем цинковании железа. согласующая с диаграммой состояние системы феррум цинк. значит альфа раствор здесь не видно да альфа твердый раствор железа цинк интерметаллические соединения железа цинк 3 железа 3 цинк 10 железа 5 цинк 21 сигма железа цинк 7 железа цинк 10 и гамма железа цинк 13 достоинством технологии получения покрытия методом погружения в расплат является высокая производительность использования агрегатов непрерывного действия обработка ем полос проволоки к недостаткам можно отнести узкий круг материалов покрытия связанные с ограничением рабочих температур ванны с расплавленным металлом наиболее распространенные материалы используемые для получения покрытия методом погружения в расплав является цинк горячее цинкование один из основных способов получения цинковых покрытий антикоррозионная защита стальных листов труб проволоки и так далее толщина покрытия значит от нескольких микрон до тысячи микрометров нанесение цинкового покрытия горячим способом происходит следующим образом после химической подготовки покрытия изделия обрабатывают в расплавленном флюсе с целью удаления с поверхности деталей влаги а также не отмытых солей железа вот вы видите на этом рисунке затем изделие погружается в расплавленный цинк причем происходит дифузия цинка железа и растворение железа в расплавленном цинке на поверхности на поверхности покрываемого изделия образуется слой железо цинкового сплава увеличение этого слоя может происходить лишь до известного предела выше которого при малейшем движении изделия наружные слои железо цинкового сплава и твердого цинка горцинка спадают с поверхности изделия на дно ванны при выгрузке изделия из расплавленного цинка поверх образовавшегося на изделии слоя железо цинкового сплава откладывается слой чистого цинка вот здесь вот показано образование слоя чистого цинка при горячем цинковании дальше на этом слайде вы видите схему структуры цинкового покрытия получаемое горячим способом первый слой это железо второй слой железоцинкового сплава богатый железом третий слой железоцинкового сплава богатый уже цинком и четвертый слой это цинк его состав аналогичен составу расплава ванне таким образом в покрытии со стороны обращенной к основному металлу образуется слой железоцинкового сплава богатого железа а за ним следует слой железоцинкового сплава более богатый цинком и наконец наружный слой цинка при выгрузке изделий из ванны при охлаждении на воздухе жидкий цинк трестеризуется с образованием цинковых цветов суммарная толщина покрытия и относительная толщина каждого слоя в нем при цинковании определяется рядом условий из которых наиболее важными являются температура ванны и продолжительность пребывания изделия вне повышение температуры ванны оказывает двоякое влияние на качестве цинкового покрытия наряду с более интенсивным образованием диффузионных слоев и с увеличением толщины всего покрытия последней при температуре выше некоторой при температуре плавления цинка 419 градусов практически установлено что температура цинковой ванны должна быть около 450 градусов и не выше 480 так как в противном случае толщина покрытия падает растет угар цинка и повышается износ стенок ванны обычно изготавливаемой из железа холодные ванны то есть имеющие температуру ниже 450 градусов дают грубые неравномерные по толщине покрытия с увеличением расхода цинка расплавленный цинк должен быть возможно более чистым содержание железа в расплавленном цинке не допускается выше 0,05% так как в противном случае повышается температура плавления цинком вследствие того что покрытие цинком становится более хрупким чем выше содержание в нем железоцинкового ствола в практике внимательно следят за систематическим удалением со дна ванны горцинка и за соблюдением особых мер предупреждающих его взмутивание накопление окиси цинка в расплавленном металле за счет окисления цинка кислородом воздуха приводит к увеличению вязкости расплава а также к образованию хрупких покрытий на качестве покрытия оказывают особое влияние добавки к расплавленному цинку алюминия алюминий цинковых ваннах вызывает уменьшение растворимости железа в цинке и поэтому способствует снижению относительной толщины слоя железоцинкового сплава покрытия кроме того добавки алюминия способствуют получению блестящих цинковых покрытий с повышенной устойчивостью против атмосферной коррозии содержание алюминия в расплавленном цинке не должно быть более 0,3% вследствие того что алюминий быстро окисляется в ванне с образованием вредной для процесса цинкования отече алюминия рекомендуется вводить алюминий в ванну систематически но малыми дозами благоприятное влияние на уменьшение вязкости цинковой ванны оказывают небольшие добавки олова добавки кадмия уменьшают способность цинковых покрытий и сгибу и поэтому для горячего цинкования применяют цинк свободный от кадмия цинк цинкования цинкования а именно уменьшается сопротивление разрыву изгибу и скручиванию в этом случае оказывается в основном влияние нагрева изделия до температуры расплавленного цинка чугун при содержании фосфора в нем цинк выше 0,1% и кремния 0,2% после цинкования становятся хрупкими для устранения хрупкости рекомендуется после цинкования производить очень медленное охлаждение изделия на воздухе на данном слайде вы видите материал основы покрытия для следующих металлов металл покрытия это цинк его сплавы алюминий его сплавы олова свинец его сплавы материал основы цинком можно покрыть углеродистую сталь литейный чугун миль бронзу латунь алюминием и его сплавами чаще всего покрывают углеродистую и коррозионной стойкой стали нить головом можно покрыть сталь литейный чугун бронзу латунь никель и алюминий свинцом и его сплавами покрывают сталь миль алюминий цинк третье чем мы перейдем к следующему пункту нашей лекции мы давайте посмотрим одно видео металлоконструкции должны поставляться партиями с указанием марки стали при обезжиривании происходит удаление с поверхности металлоизделий жировых пятен масел и других синтетических загрязнений замедляющих и ухудшающих процесс травления а также снижающих адгезию цинка и железа металлоконструкции травление важный этап подготовки поверхности металлоизделий для цинкования в результате которого происходит удаление ржавчины и окалин а также химическая активация поверхности стали без ее повреждений на этом этапе происходит смыв твердых металлических частиц с поверхности металлоизделий и предотвращение переноса растворов соляной кислоты в ванну флюсования флюсование это процесс нанесения защитного слоя на поверхность металлоконструкции защитный слой предотвращает образование офисных пленок и тем самым обеспечивает высокую степень сцепления цинкового расклада с поверхностью металлической конструкции на этом этапе металлоконструкция подвергается нагреву до температуры 100-120 градусов Цельсия с поверхности изделий удаляется влага и осуществляется температурная подготовка к процессу танкования главным этапом всего технологического процесса является танкование металлоконструкция погружается в ванну с расплавленным цинком и в результате химической реакции на поверхности изделия образуется сплав железа и цинк температура расплава достигает 450 градусов Цельсия оцинкованную металлоконструкцию извлекают из ванны цинкования и охлаждают в ванне с водой на этом этапе происходит формирование внешнего вида цинкового покрытия весь технологический процесс завершается контролем качества цинкового покрытия который осуществляется в соответствии с гостом визуальным и приборным методом после контроля цинкового покрытия металлоконструкция отправляет на склад готовой продукции металлоконструкции формируют партии и грузят на железнодорожную платформу или на автотранспорт для последующей отправки заказчику также оказываются дополнительные услуги подкладирование хранение и транспортировки оценикованных металлоконструкции следующий вопрос который мы с вами должны рассмотреть на нашей лекции это покрытие горячее покрытие оловом в обычных атмосферных условиях и воде олова защищает железа от дороги лишь в случае отсутствия и покрытия пор в оголенных участках по электрическим свойствам олова во мнении которого благородные железа и поэтому является консольным покрытием в ряде органических сред олова образует комплексные соединения соединения и установлено что оловянные покрытия на железе в этом случае является электрохимической защитой химические соединения олова безвредны для человеческого организма и поэтому оловянные покрытия имеют наиболее широкое применение в производстве изделий предназначены для изготовления хранения и транспортировки пищевых продуктов консервной тары молочной посуды пищеварных котлов луженые изделия легко подвергаются пальцам и поэтому покрытие оловом применяется предпочтительно перед другими видами геталлических покрытий покрытие оловом в ряде случаев имеет специфическое назначение для защиты участков поверхности стали от диффузии азота при азотировании для защиты медного кабеля перед гумированием его от разрешающего действия в серый входящий состав резины олово дорогой и эффективный метал и поэтому область применения лужения по возможности ограничивает однако при производстве белой жерсти для консервной промышленности олово остается непредвзойденным для покрытия материала и большая доля мировой добычи оловы 40-50% расходуется именно на лужение покрытие оловы путем погружения изделия в расплавленные места было известно уже римлянам однако производство луженых листов было начато в Германии лишь в середине 17 века в Англии этот процесс получил достаточно широкое распространение в 18 веке в Америке и на отечественных заводах только в конце 19 века температура плавления олова сравнительно низкая составляет всего лишь 232 градуса и вследствие того что оловы легко плавляются железом процесс лужения горячим способом достаточно прост и не встречается каких-либо затруднений горячий способ лужения в ряде случаев уступает электролитическому способу покрытия оловы так при горячем лужении изделий сложной конфигурации имеет место чрезмерно непроизводительный расход олова следствие невозможности регулировать толщину покрытия оловянные покрытия полученные гальваническим путем отличаются большой равномерности потолщине чем покрытие полученные горячим способом однако оловянные покрытия полученные горячим способом в меньшей степени склонны к переходу серую модификацию в низкую температуру и поэтому полуда полученные гальваническим способом подвергают иногда очень сложную дополнительную операцию оплавления железо растворяется в олове с образованием кристаллов ледового раствора среди растворимости железа в олове выражается несколькими сотыми долями процентов оловянное покрытие на железе полученные горячим способом имеют структуру аналогичную структуру цинкового покрытия и состоит из различных по составу слоев а именно плав железо олова непосредственно примыкающего к железу и наружного слоя олова вероятность наличия в полуде интерметаллического соединения типа первого станка 2 мало мала вследствие малой продолжительности операции покрытия и недостаточной температуры в ванне для образования соединений и покрытия однако в плаве железа олова на завтавливающемся в ванне процессе уложения обнаруживается значительное количество соединений типа первого станка 2 известный под названием скраб перед покрытием оловом железные листы после отжига подвергают промыслы 4-5% растворей горячей серной кислоты иначе называют черное травление после чего следует второй отжиг листов и второе но уже белое травление 2-процентном растворе серной кислоты для удаления с поверхности листов легкой пленки отжига продолжительность травления 3-5 минут 3-процентном травление считается законченным если поверхность листа имеет равномерный цвет ластеру окраски далее если тщательно промывается и направляется в лудильный цвет перед лужением листы еще раз погружает 0,5% раствор стоянной кислоты в лужении производится в лудильных горшках преимущественно лутную или специальных лудильных аппаратов которые в большинстве случаев соединяют как операции подготовки листов к открытию так и операции лужения процесс горячего лужения в момент его создания не претерпел существенных изменений современная ванна для горячего лужения железки показана на этом рисунке после травления и промысл железь проходит через флюсовую коробку один ванну с расплавленным оловом ванн и выходит через жировую ванну три в пальмовом или хлопковом масле избыток олова отжимается с системы полков и стекает в ванну при флюсовой коробке протекает процессе в результате которых образуется промежуточный слой серум серестан и слой оловянного попрытия флюс состоит из водного раствора хлористого цинка 600-800 грамм на литр. На расплавленное олово его наводят небольшими порциями и устанавливают температуру 200-250 градусов Цельсия. Высота слоя флюса в кипящем состоянии составляет 700-100 мм. В рабочем флюсе содержание хлористого олова доходит до 20%. Продолжительность обработки жести во флюсе листовых агрегатов составляет 0,3-0,4 секунды, а в агрегатах для лужения полосы до 2 секунд. В масляном отсеке протекают важные реакции формирования оловянного покрытия. При этом масло выполняет следующие функции. Уменьшает поверхностное натяжение жидкого олова и способствует его равномерному растеканию по поверхности жести. Создает минимальный температурный переход между выходящейся наверх жестью 240 градусов и температурой кристаллизации олова 232 градуса. Предохраняет жидкое олово полуды от окисления и растворяя в себе окислы способствует получению чистого оловянного покрытия. Оставляет на поверхности жести по выходе ее из жировой ванны тончайшую пленку масла, предохраняющую полуду от окисления и в дальнейшем повышающую стойкость покрытия против коротких. Поток олова на поверхности волка делится внизу на два потока, из которых один остается на волке, от другой стекает обратно в ванну. Аналогичная картина распределения олова повторяется в каждой паре волков. В результате работы двух или трех пар волков жировой машины жесть выходит из агрегата с оловянным покрытием толщиной 1,5-3,5 мкм. На выходе из оловянной ванны толщина покрытия 7-10 мкм. Горячему лужению присущ ряд недостатков, связанных с отдельными элементами технологии. Но главный недостаток необходимы затраты большого количества дорогого и дефицитного олова на тонну жести. При горячем методе средняя толщина оловянного покрытия составляет 2-3 мкм. Между тем, такая толстая повода необходима для очень незначительного процента консервных продуктов. Горячий метод исключает также возможность одностороннего лужения, то есть внутренней поверхности тары, или дифференцированного лужения на различную толщину. По этим причинам издавна применявшийся горячий метод вытеснен в основном электроэнергетическим и можно рассчитывать, что в недалеком будущем он будет заменен полностью. Ну, следующий пункт, который мы должны с вами рассмотреть, но еще хочу сказать по поводу горячего покрытия оловом, что количество олова, идущего на покрытие листа, зависит от температуры ванны, скорости прохождения листов через расплавленное олово, характера покрываемой поверхности. Решающее значение в равномерном распределении металла покрытий имеет правильная установка выходных роликов гудильного аппарата. Понижение температуры ванны вызывает повышенный расход олова в полоте. При перегреве ванны наружный слой олова покрытие становится тонким и окисленным с поверхности, а относительная толщина слоя сплава железа олова растет, качество полубы резко ухудшается. Олова для лужений применяется высокого качества. Примеси металлии должно быть не более 0,14%, в том числе свинца не более 0,04%. При лужении не требуется введение в ванну добавок других металлов для улучшения свойств покрытия, так как это имеет место при цинковании. Образующийся при лужении скраб вследствие большого гудильного веса осаждается на дно гудильного аппарата, откуда регулярно извлекается для переработки целью извлечения из него олова. О качестве белой жести судят по количеству пор, приходящих на 1 квадратный сантиметр покрытия. Жизнь с числом пор не свыше 3 на 1 квадратный сантиметр покрытия считается первоклассной. С числом пор от 3 до 12 на 1 квадратный сантиметр слегка пористой и при наличии более 12 пор на 1 квадратный сантиметр очень пористой. Однако, ввиду того, что ловяные покрытия в органических средах могут стать анодными защитными железа, то степень пористости полды не может служить основным критерием ее качества. Ну, по этому пункту у меня все. Значит, теперь покрытие свинцом и сплавами свинец олова. Сравнительно низкая температура плавления свинца 327 позволяет получать свинцовое покрытие горячим способом. Свинец отличается большой стойкостью против воздействия серной кислоты и растворов ее солей. Образующие в этих средах пленка серно-кислого свинца служат защитой для металлов от дальнейшего его разрушения. Свинец химически стоят также против воздействия отравляющих веществ и поэтому в военной промышленности широко применяется свинцевание стенок химических снарядов. Соли свинца ядовитые, поэтому свинцевание для защиты пищевой тары не применяется. Свинец в ряде напряжений стоит ниже железа и поэтому свинцовое покрытие электрохимически не защищает железо от коррозии. При значительной толщине, порядка нескольких десятков миллиметров, возможно получить беспористое покрытие и достигнуть надежной защиты железных изделий от коррозии во многих электролитах. Свинец не смачивает поверхность как стальных, так и медных изделий. И обычно покрытие собирается в виде капель. Чтобы получить удовлетворительное покрытие свинцом горячим способом, необходимо на поверхность изделия каким-либо путем предварительно нанести промежуточное покрытие другим металлом. Хорошо предварительно нанести промежуточное покрытие другим металлом, справляющимся как с основным металлом, так и со свинцом. Таким условием при покрытии железа удовлетворяет олова, сульма, ртуть и другие металлы. Эти связующие элементы могут или вводиться непосредственно в ванну для свинцевания, или быть предварительно осаждены на поверхности изделия любым из возможных способов. Так, рядом патентов, рекомендуется способ горячего свинцевания железа и расплавленного свинца. Содержание в нем от 3 до 10% амальгама олова, 60-80% олова и 40-20% ртути. Весь сведением в расплавленный свинец, добавок сплава, фосфора и свинца. Свинцовые покрытия обладают многими ценными свойствами. Так, освинцованные листы выдерживают очень большую деформацию, без разрушения основного металла и повреждения покрытий, и поэтому находят большое применение в штамповальных работах, где покрытие является по существу смазкой. Освинцованные листы применяются в кровельном деле для изготовления газолиновых резервуаров и для других целей. Наиболее широко освинцевание применяется в химической промышленности, целью замены свинца освинцованным железом при изготовлении аппаратуры. Свинцевание горячим способом выгодно отличаться от других способов покрытия большой скоростью процесса и простотой его выполнения. Наибольшее применение свинцевания горячим способом получило при производстве освинцованной железы как процесс покрытия, так и аппаратура аналогична таковым при служении. Слизующим элементом при освинцевании листов в большинстве случаев является олово, причем содержание его в свинцовой ванне может быть различным. Практически применяется сплав содержащий 15% олова и 85% свинца. В США содержание олова в ванне повышает до 25%. В большинстве случаев освинцование листов горячим способом проводится вручную. Месты после химической подготовки к покрытию хранятся в воде и перед покрытием свинцом погружаются в горячее хлопковое масло, где выдерживается в течении 15-20 минут. Покрытие свинцом осуществляется последовательно в двух, а иногда в трех ваннах. Первая ванна содержит сплав олова свинец. На поверхности этой ванны находится слой масла. Листы погружаются в сплав на короткое время, после чего переносятся на несколько секунд во вторую ванну, содержащую расплавленный свинец. Перед погружением в третью ванну, листы проходят чистку, а по окончании всего процесса покрытия листы, возможно, быстро направляются в ванну с горячим хлопковым маслом. Процесс свинцевания завершается протиркой листов отрубями или древесными отвилками. Ну, на сегодня я закончила. Для самостоятельной работы вот задание. Значит, пожалуйста, нарисуйте схемы покрытия железа, цинков, свинцом, оловом. Опишите достоинства и недостатки корректия метода. Самостоятельно рассмотрите методы покрытия железа, алюминия. Ну, если говорить о сегодняшней лекции, то, значит, в плане лекции мы рассмотрели покрытие цинком, покрытие оловом и покрытие свинцом. Значит, почему именно эти металлы? Ну, потому что в качестве покрытия применяются металлы, имеющие невысокую температуру плавления. Для цинка температура плавления 419 градусов по Цельсию, для олова 232, для свинца 327 и для алюминия он составляет 658 градусов по Цельсию. Вообще, горячий метод – это старейший и наиболее простой способ нанесения металлов на стальные листы, проволоку и готовые изделия. Горячие покрытия образуют при погружении защищаемого металла в расклад, ну, от соответствующего металла. Ну, на сегодня у меня всё. Спасибо за внимание.